Создание материалов. Часть первая. Всю нижнюю часть окна редактора материалов занимает область редактирования параметров текущего материала, то есть материала активной ячейки. Свойства материала сгруппированы в разделы, список которых будет разным для каждого типа материалов. Любую группу параметров можно свернуть или развернуть, просто щелкнув на ее заголовки. Итак, выберем объект, которому будет назначен материал. Щелкнув по пустой ячейке редактора материалов, создадим материал с нуля. Для этого нам потребуется выбрать базовый тип материала. Дело в том, что материал каждого типа включает в себя некоторый набор свойств, которые необходимо определить до его создания. Наиболее часто используется Standard – стандартный тип материалов. К другим же типам относятся, например, составной материал, двусторонний, трассируемый и так далее. Для смены типа материала достаточно нажать кнопку с названием текущего типа. В окне браузера материалов переключимся в раздел New – Новый. Дважды щелкнув на типе материала Standard, мы загрузим прототип материала в активную ячейку. Одним из основных свойств материала Standard является тип тонирования. Каждому типу тонирования соответствует свой тип расчета поверхностей при визуализации сцены. Таким образом, для имитации пластика, дерева, камня, керамической плитки, резины и многих других материалов наиболее подходящим будет тип тонирования Blin – алгоритм Blinna или Fong – алгоритм Fonga. Для полированных поверхностей, например, металла или стекла, вполне подойдет тип Metal – металл. После определения типа тонирования определим базовые цвета материала. Щелкнув по заголовку свитка Blin – Basic Parameters, мы получим возможность настроить такие особенности, как базовые цвета. Ambient – окружающий или цвет объекта в тени. Diffuse – рассеянный или цвет на освещенной стороне. И Specula – цвет бликов, образующихся на блестящих поверхностях. Обычно фоновый и рассеянный цвет совпадают. Чтобы можно было настраивать только один из них, а второй обновлять автоматически, предусмотрена кнопка блокирования, замыкающая цвета так, чтобы они всегда оставались одинаковыми. Для задания цвета Diffuse щелкнем на соответствующем ему цветовом прямоугольнике. В окне выбора цвета можно также выбрать нужный оттенок из цветовой палитры и установить точные значения цветовых составляющих, либо по шкале RGB – красный, зеленый, голубой, либо по шкале HSV – оттенок, насыщенность, яркость. Для выбора цветового оттенка нажмем кнопку OK. Теперь, чтобы сделать пластик блестящим, необходимо задать для него уровень бликов, отражения и уменьшить величину размытия блика. Увеличение значения параметра Self-Illumination – самосвечение – сделает материал более ярким, а значение параметра Opacity – непрозрачность – повлияет на прозрачность материала. К примеру, если бы мы хотели сделать совершенно прозрачное стекло, нам пришлось бы уменьшить значение этого параметра до очень малых величин.